Всем привет дорогие друзья! Сегодня с вами продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров STM32. Мы сегодня уже с вами по протоколу UDP попробуем соединить три контроллера. Ну я вот уже показал картинку, я думаю уже понятно, какие мы контроллеры приблизительно будем соединять между собой. И причем на всех контроллерах мы установим Freer TOS, систем реального времени, на всех будем работать с интерфейсом Netcon, стэк протоколов LWIP. Мы полностью уже с вами закончили разбор интерфейса RAV и теперь работаем с Netcon. Ну проект для сервера мы в принципе оставим тот же самый, вот такой вот, который с прошлого занятия, ну просто мы ему изменили немножко имя, чтобы хотя бы не перепутать нам их по урокам. Поэтому его нужно будет хотя бы пересобрать и перегенерировать. Ну соответственно внутри вот этого файла я также все это изменил по традиции. Проект открылся, мы его откроем. Уже, вернее не его, а сгенерированный с помощью него проект для систем воркбенча. Откроем собственно в систем воркбенча. Вот проект у нас уже открылся. Ну и как всегда заходим, убираем всякую вот эту вот вещь. Оптимизацию на всякий случай в единичку. Открываем mainc, комментируем вот эти непонятные компилятору строчки и пытаемся собрать. Ну и пускай он тут собирается в фоне. Мы идем с вами дальше. Первым делом начнем собирать нашу схему нашего урока. У нас больше двух контроллеров и больше двух плат мы будем соединять между собой. Понятно, уже обычный провод нам не подходит. Поэтому был взят вот такой вот коммутатор. D-Link. Вот моделька. Отличная модель. Здесь на MAC-адреса 8000 памяти. Вернее на 8000 адресов памяти. Поэтому я его и взял на вырост. Ну просто он, я думаю, мне пригодится не только для уроков. Но пока что для уроков. Так у меня коммутаторов много. Ну вот этот именно пока я для уроков взял. А потом посмотрим. Вот вкладку берем. И воткнем в один из входов коммутатора. Соединим ее, вернее. Ну пока один. Подключаем плату к компьютеру по USB. Код я полностью весь вычистил со всех трех плат. Поэтому будет эксперимент у нас чистый. Без всякого там оставшегося кода. Ну и все. У нас проект собрался. Мы его с вами собираем, прошиваем. Ну и все. Здесь у нас теперь UDP сервер. Берем следующую плату. Ну пока что, как в прошлом уроке, мы возьмем Discovery с вами. Четвертый с платой DISBB. Ну у кого-то, если есть отдельная микросхемка, отдельный модуль с микросхемкой, могут ее подсоединять. Ну мне вот так вот удобно просто. И еще в один из входов ее соединим. Вот так вот. Третий. А там еще будет одна у нас плата. Ну я думаю, уже все поняли, какая будет третья плата из превьюшки. Ну вот у нас такой вот клиент. Немножко подвинем сервер. Ну, по-моему, чтобы, конечно, не упал. А то будет жалко. Ну и все. Нам нужно, чтобы виден был индикатор у нас. Теперь мы вот эту плату с вами отсоединяем. Подсоединяем ее к независимому автономному источнику питания. Все, заработал. Если у кого-то от автономного не работает, прошивайтесь и линк. Все, навалится. Все, включили второй. Пока что, понятно, на индикаторе ничего у нас нету. Причем проект мы для клиента с вами сегодня лепить будем заново. Так как уже NetCon, он все-таки предусматривает систему FreeRTOS наличия. И я думаю, переделывать проект смысла нет. Иначе мы непременно встретимся с ошибками. Ну, возможно, встретимся, а это уже точно не встретимся. Пока мы ничего тут не создаем. Запускаем теперь. Нет, пока не запускаем. Давайте вот этот вот закроем проект. Не будем удалять его из дерева проектов, а просто закроем, чтобы он у нас... Ну, нам не путаться. Не пытаться нам прошить вообще проект другой платы под Discovery. И закроем проект в кубе. Он нам вообще уже не нужен тут. Создаем новый проект. New Project. Контроллер. Кварцевый резонатор. Serial Wire. Вместо Sistica это Амир первый. FreeRTOS так любит. I2C для дисплеечка. Для переходника, вернее, для его. Также сейчас поведнее сделаю. Передназначим ножки. Мне так удобнее, так как на диспле они именно к этим ножкам. Эти они там не выведем никуда. Хорошо. ETH. Также включим. RMII. Включим LWIP, строк протоколов. И систему FreeRTOS. Включим еще ножки диодные на выход. Пускай будут. Настроим тактирование. Тут 8. Тут вот так. Максимум включаем. Проверяем I2C. Все нормально. То иногда бывают здесь неправильные настройки. У нас настройки правильные. Идем теперь в ETH. Настроим MAC-адрес. Ну, во-первых, не забыть еще вот здесь нолик. У кого отдельная платка с микросхермой, модуль, скорее всего, будет единичка. Ну и какой-нибудь адресок. Например, 1337123456. CTH все. LWIP. Отключаем DHCP. Нам никто его не раздаст. Коммутатор раздавать не умеет. Здесь у нас не сервер. 192.168.0.0.1. 190. Ну, как и был 3. У нас у клиента был такой. Здесь маска под сети. 255.255.255.0. И здесь шлюз. Хотя он нам не обязательно нужен, но пускай будет. Нам пока в интернет-то вроде и не нужно. Qoptions. Здесь вот. Прибавим немножко память. Это все на вырост. Конечно, UDP оно и так будет работать. Но и только под TCP. Это для будущей универсализации. Здесь 2048, 460 и 1840. И FreeRTWOZ. Поднимем немножко общий стэк. Ну, вдвое. 30, 720. Пусть будет так. Схема распределения памяти. Вот эти вот на всякий случай включим. Мало ли когда пригодятся. Это отладочные такие вещи. Мы уже все прекрасно знаем, что это такое есть. Потом пойдем еще в задачу по умолчанию. Удестерим стэк. Удестер больше его сделаем. Ну и само собой настроим проект наш. Здесь также мы 16 раз больше делаем кучу и стэк. А имя проекта вот такой. Ван 8720. UDP. Клиент. Икон. Ну а также здесь систем воркбенч. Генерируем код. И соответственно его открываем. В том же самом систем воркбенче. Проект открылся. Аналогичным образом все настраиваем. Оптимизацию. У вас возможно вот этого не будет. Я просто подобный проект прогонял. Поэтому чтобы отладочная информация не попуталась в, так сказать, какой-либо кэш памяти Eclipse. Если такова имеется. Ну были просто подобные клюки. Так что то, что я делаю, я делаю надеюсь не зря. Как бы уже были клюки, борьба уже велась. Пытаемся собрать. Пока собирается. Берем, в общем, вот эту всю колбасу. Здесь мы наш дисплей подключаем. Вернее его библиотеку. Также библиотеку по работе со строками. И библиотеки по работе со стэком протоколом LWIP. Но также мы еще забыли с проекта предыдущего занятия для клиента подключить файлики. Но ничего, еще успеем. Потому что их сейчас на ходу лучше подключать не надо. Так, это да, это вот тут вот. EDP клиент. Как пускай собирается. Мы пока будем дальше. Вот. После задержки инициализируем дисплей в мейне. Вот тут и строковый массив. Нет, не тут, а вот тут. Соответственно, переменные для очереди и для задачи по выводу строки на дисплей. И затем пару структур. Одна для работы с дисплеем. Передача в очередь. Вторая для работы с connection-соединением. И создаем одну переменную типа такой структуры. Еще раз собираем. Понятное дело у нас нету там библиотек пока. Библиотеки для дисплея. Вернее, она одна. Модуль 1. Состоящие двух файлов. Из хедера и реализации. Рефреш, соответственно, еще раз и всем. Продефайним размер нашей очереди. Ну и также прототип на функцию очереди. Создадим очередь в мейне в соответствующем месте. Вернее, не очередь, а функцию. Да, и прототип у нас функции задачи вывода строк на дисплей. Вот мы ее и с вами создали. Эту задачу в мейне. Хотя могли бы не обязательно в мейне. Ну, мы здесь. Ну и вот тут мы в очередь инициализируем. Также для вывода строк. Все пока делается для вывода строк у нас. Чтобы вывод строк нам не тормозил основные наши задачи. Создаем саму функцию задачи вывода строк. Иначе мы получим ошибку с вами. Мы прототип создали. Может и не получим, я не знаю. Ну, эту функцию мы с вами писали для i746 контроллера. Ну, здесь, в принципе, вернее, не для контроллера, а для дисплея, который к нему подключен на i746 Discovery. Здесь все подобно. Просто мы используем уже, конечно же, другие функции. Здесь string у нас уже с нашей библиотеки. Хорошо. Все у нас отлично собирается. Что делаем дальше? Дальше начинаем уже работать со стеком прототип. Прототип. Вернее, все я с этими прототипами. Не дают они мне покоя. Функцию задачи для работы с UDP. Соединением. И создадим ее. То есть мы знаем, что мы можем его так еще создавать. Создадим задачу по умолчанию. Все. Нам одна нужна. Нам несколько сокетов тут не надо. То есть у нас два сокета с вами получилось на сервере. Чем мы воспользуемся? То есть мы их уже создали с вами. То есть у нас все есть с вами условия для работы с двумя клиентами на сервере. Вот так. Потом создадим функцию обратного вызова для приема пакетов. То есть здесь нужно ее создавать. Ее не бывает. То есть ее нужно создать и потом где-то объявить. Где объявить мы, то мы видим. И начнем ее писать тело. В котором пока что будут только лишь объявления переменных, структур необходимых. Но мы все эти структуры с вами уже давным-давно знаем. Тут объяснять-то нечего. Ну и если у нас пришел нам пакет, то мы проваливаемся, соответственно, вот сюда и пытаемся его принимать. Вот здесь. Если пакет у нас прекрасно принят, то мы уже вот сюда считаем порт тогда. Вернее, узнаем адрес порта, с которого пришел нам пакет. Ну, нам будет с сервера приходить пакеты. Ну, это, конечно, сервер. Это все не совсем сервер в UDP. Как-то там серверов-то не бывает. Там есть члены соединения равноправные. Вполне просто. Я не знаю, кто-то инициатор все-таки. А как правило, вообще на клиенте создается случайный порт. Сканируются порты, которые в данный момент открыты на устройстве в других приложениях, скажем так. И создается случайный какой-то порт. Он и бывает портом клиента. Ну, мы с вами преднамеренный порт создаем. Мы сейчас это увидим. То есть, что мы тут делаем вообще в данной вот функции callback? Вот когда мы провалились, узнали порт. Вот, понятное дело, мы его с вами, данный пакет приняли вот в такой вот участок памяти 32-битный. То есть, к нам придет 32-битное число. Мы его отправили, вернее, преобразовали в строку. И плюс еще к нему подцепили порт. И отправили в очередь дожидаться вывода на дисплей. Ну, я думаю, он быстро дождет свою очередь. К нам пакет-то будет идти раз в секунду. Вот так. Удаляем, понятное дело, структуру буфера, чтобы не занимал память. И в следующем пакете все это повторяется. Ну, и переключим состояние светодиода для наглядности, что у нас пакет ходит с вами нормально. Вот такая вот функция callback. Создадим на нее прототип. Где-то у нас тут прототип. Вот, создали. И, соответственно, идем писать тело основной нашей функции по работе с UDP пакетами. Вот здесь мы с вами создадим соединение. Но мы его создадим вот такой вот функции. WithCallback. То есть, эта функция у нас с использованием... Вернее, в такой функции создания мы еще показываем, где у нас будет callback. Мы ее с вами, ну, здесь практически имя светим. Вот так. А вообще это, конечно, тут указание адреса этой функции. Адреса входа в функции. Вот. Вернемся, откуда пришли. Затем мы с вами в структуру положим айпишник сервера. Мы к нему будем обращаться. Соответственно, и по порту будем все это делать. Теперь, если у нас с вами создалась нормальная структура, то мы с вами вот сюда попадаем и связываем нашу структуру с портом в 1555. Это будет у нас порт нашего клиента. Мы назначаем порт клиентов. Это не порт сервера еще пока. Теперь, соединяемся. Вот тут вот как раз уже порт сервера. Соединяемся именно вот в этом условии. Не выходим из него. То есть, условие в условии. Такая вот вложенность небольшая. Нам не привыкать. Все, вот dest ipadr. То есть, адрес приемника. Вернее, источника. Ну, не источник он тут, конечно. Но это адрес remote. Удаленный. Получается. Ну, так вот мы его назвали. Ну, нормально. То есть, это вот именно вот туда мы с вами сконнектимся. И на седьмой порт. Соединились. И пока ничего тут пока больше не пишем. Создадим функции с вами. Просто функции, что редкость в фриертосе. Отправки пакета. Фриертос как-то считает дурным тоном создание вообще обычных функций. Он любит задачи. Но нам не надо тут никаких задач. Ну, а задачи, как известно, любят вот такой вот бесконечный цикл с задержечкой. Но задержка у нас будет целая секунда. То есть, мы будем раз в секунду с вами передавать пакеты. А в пакете мы будем, как и в прошлом занятии, заворачивать величину системных тиков с момента включения контролера или перезагрузки. Затем мы с вами инициализируем структуру буфера для передачи. Под него выделяем память на 4 байта. Больше нам не нужно. У нас 4-байтное число будет передаваться с помощью указателя. Вернее, не с помощью указателя, а с помощью пакетика небольшого. Все, мы помещаем наше число уже в буфер вот и тоже 4. Ну, это количество здесь. И передаем. Передали. Но это еще не все. Прежде чем прекратить работать с функцией, надо освободить нам структуру для буфера, чтобы она не наращивала память при следующем цикле. Да она и не будет. То есть, если ее не освободить, она 2 цикла пройдет и тут все повиснет. Все, и мигнем другим светодионом. Это, по-моему, у нас зелененький. То есть, при отправке у нас зелененький будет мигать, а там синенький, в общем, при приеме. Вот здесь вот, 15-й. Ну, вроде тут и все у нас. Теперь сюда возвращаемся. И нет, не все. Давайте еще покажем все это на дисплее. То, что мы отправили. На какой порт отправили. А, ну, это не сюда же. Это вот сюда. Вернее, на какой порт отправили, мы не покажем. У нас не такой большой дисплей, потому что у нас большое число. Оно может достигать 10 знаков. И поэтому у нас там может не хватить с вами. У нас дисплей 2 к 16. Там еще как-то не совсем 16 помещается. Ну, хорошо. Отправили, показали. Но это мы отправили пока что только функции отправки. Мы не отправляли. Мы не вызывали данную с вами функцию. То есть, осталось нам лишь только ее с вами вызвать. Все-таки это не функция. Обманул я всех. Это поток. То есть, это задача. Все-таки задачу мы с вами создали. Все нормально. FreeRTOS на нас не обидится. Ура. Хорошо. Отправляем пакет. Потому что здесь-то у нас задача. Но тут у нас нет никакого цикла. Мы здесь однажды, в общем, прошли по этой задаче. И создали другую задачу. И отправили туда все, в общем, всю нашу информацию. То есть, о нашем соединении в задачу отправки пакетов. А здесь уже будет отправка пакетов идти в цикле. То есть, мы здесь создали с вами connection, структуру. И указатель на этот connection в качестве очереди мы передали. Вот так. Ну, соответственно, тут нас FreeRTOS чуть-чуть поругает. Вернее, FreeRTOS нас не поругает. Нас поругает с вами System Workbench Eclipse. Что не совсем здесь хорошо на такую вот структуру в качестве void ее передавать. А то вдруг там другой программист будет вот здесь писать вот эту вот задачу. И он же не знает, что это за такая за структура. И как-то ее там не так распознает. Ну, у нас нет другого программиста. У нас с вами программист один. Ну, вроде бы все. Я не знаю. Если что-то я не забыл, то все нормально будет. Все будет передаваться. Вот как. Assegment makes integer from pointer without a cast. Не нравится ему такая конверсия. Но, тем не менее, работает все. Поэтому не будем на него обращать внимания, на капризника такого. А попытаемся собрать наш проект и прошить. Проект прошился. И все у нас вот передается тут. Как бы это показать? Ну, я думаю, тут и так видно. Вот здесь принимаются пакеты. Ну, приблизительно так же, как в прошлом занятии. И все только уже у нас на клиенте с вами NetCon устанавливаем. Вот так вот сейчас повернем. Вот я клиентский вот так поднесу. Надеюсь, что все у нас видно. И, соответственно, вот эти вот с отсеченными тысячами, то есть, вернее, с отсеченными единицами, он, это у нас возврат с сервера. Все, порт видно, все отлично. Работает у нас клиент. Все передается на сервер у нас прекрасно. Вот. Следующая задача у нас стоит с вами создать еще один клиент, но на 746-й плате. У меня приехала еще одна 746-я плата. Очень огромное спасибо подписчику моему и зрителю, который мне ее прислал. Теперь цепляем ее. Вот она, платка. Эту уберем подальше, чтобы у нас ничего тут не поперемкнуло. Соответственно, пока отключим эту клиентскую. Нам ее все равно отключать от компьютера. Мы же ее теперь подключим. Данную плату уже к независимому, так сказать, источнику. К зависимому источнику мы подключим сейчас клиентскую, 746-ю. Вот так вот получится у нас все. Так. Подсоединяем к независимому нашу вот эту клиентскую платку. Ну, я думаю, на вот эту плату клиента мы с вами продолжим писать проект в следующей части нашего занятия, которое выйдет очень скоро. Ждите его. Для этого лучше всего подписаться на канал, включить уведомления. И тогда вам сразу придет уведомление, как только видео опубликовано будет на канале. Также пишите комментарии. Жмите кнопочку «Мне нравится», если вам понравилось данное видео. Всем пока, всего хорошего, всем доброго, здоровья. Продолжение следует...